МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Уралкалий из года в год производит тонны жизненно важных удобрений. Однако на сегодняшний день такая порода, как сельвениц, не только важное сырье для получения удобрений, но и материал, из которого настоящие мастера создают произведение искусства. Это программа «Проходка», и меня зовут Илон Измайлова. Сельвенит – это осадочная горная порода, относится к группе соляных пород и представляет собой плотный агрегат кристаллов сельвина, галита, корнолита и других галогенных и сульфатных минералов. Сельвенит пестрит разнообразием цветов и текстур, а также составом минеральных примесей. Обычно красного цвета сельвенит просто завораживает взгляд. По своим характеристикам подобен каменной соли. Горная порода сельвенит обладает уникальными свойствами, в том числе и целебными. Именно ее используют в спелеокамерах. Она необычайно красива по своим внешним характеристикам и всегда восхищает видевших ее людей. И глядя на нее возникает желание творить. Пермское море второй международный фестиваль поддержал, воплотил и показал идею, как из глыбы сельвенита создать нечто необычное и радующее глаз. В период проведения фестиваля скульпторы из разных стран показали настоящий мастер-класс. 17 дней они трудились под открытым небом. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни влат, ни в попад совершенно. Александр Скаренков впервые работает с таким материалом. Создание скульптуры «Эволюция» заняла у него 12 дней. Тема фестиваля «Эволюция Пермского моря», поэтому я и выбрал, как бы прямо назвал «Эволюция». Основными признаками вот этой эпохи были раковины, челестоногие, древние рыбы. Ну, в итоге я остановился на этом. Я уже работал с камнем. Ну, здесь проблема только в деталировке, мелкие детали отваливаются, допустим. Надо быть очень аккуратным. Помимо российских скульпторов, прикоснуться к сельвениту удалось и заграничным мастерам. Франтишек Балик нигде не встречал подобный материал. По его словам, он очень специфичен. С одной стороны он мягок, а с другой – хрупок. Поэтому при работе с ним нужно быть очень внимательным. Мастер с удовольствием рассказал нам о своей скульптуре. «Эта скульптура есть такая, что здесь внизу есть ракушка, ракушка амонита, а она символизует пермский период. Она такая старая уже, у меня их много дома я их коллекциирую. А верхом есть девушка, такая младая, которая символизует сейчас, сегодня. Эта ракушка, она такая спиральная, это значит времени. Все старое кончается, а новое начинает, такая спиральная времени. Очень хорошо работать. Легко ли с этим материалом работать? О, так, неплохо, но он мягкий, но надо его внимать хорошо, потому что он трескает, надо быть осторожным». Не каждый может спуститься в шахту и увидеть всю красоту сельвенита. 13 тонн этой удивительной горной породы предоставила компания «Уралкалий», которая поддерживает идею о развитии и творчестве и второй год является генеральным спонсором фестиваля. «Уважаемые скульпторы, действительно вам в руки попал очень красивый, необычный минерал под названием сельвенит. Он очень непрост в обработке, с ним могут работать только настоящие профессионалы. У нас в «Уралкалий» из него делают прекрасные минеральные удобрения. Вы же создали, ну, настоящее произведение искусства, которое смогли увидеть многие жители города Березняков. И каждый может спуститься на наши родники. С своей работой вы справились на отлично. Удачи вам в дальнейшей вашей деятельности. Большое спасибо. Мы второй год работаем с фондом скульпторов единения «Город Пермь». Именно они занимались отбором скульпторов. Это был действительно отбор. Заявок поступило больше 50. И выбирали тех скульпторов, которые представили эскизы реалистичные. С этим материалом художники сталкиваются первый раз. Материал необычный, материал мягкий. И как ожидали, что это камень твердый, пластичный. Довольно очень. Да, да, нравится. Ну, вот необычно, что из какого-то камня, да, сельвинито сделать вот такие вот. Мне кажется, он хрупкий же, да? В поделке, он не гадится хрупкий вообще материал. Хорошо, что у нас проводятся такие мероприятия. Обалденно. Замечательно просто. Скульптура замечательная просто. И вообще первый раз мы на такой выставке. И в восторге, что у нас в Березняках проводятся такие выставки. Побольше бы, почаще бы такие выставки. И можно поставить музей, и пусть люди приходят и любуются. Очень нравится. Своеобразно. Вообще чувствуются люди очень талантливые. От Бога талантливые. Скульптуры из сельвинито не первый раз радуют глаз. В торговом центре «Оранжмол» разместились скульптуры с первого фестиваля. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит... Увидеть целиные скульптуры второго международного фестиваля Пермское море вы можете в культурно-деловом центре по будням с 9 утра и до 6 вечера. Совсем скоро эти работы разместят на новом арт-объекте на Советской площади в городе Березники. Еще одну удивительную скульптуру «Дары моря», подаренную «Уралкалию», разместят в музее компании. Удивительно, но совсем недавно это были большие глыбы из сельвинито. Благодаря чуткому взору, фантазии мастеров и необычному материалу появились на свет вот такие чудеса. Сельвинит можно по праву назвать живой породой, ведь удобрения, которые получают при его переработке, обогащают землю и помогают получить богатый урожай. Кроме того, как показал фестиваль Пермское море, сельвинит может дарить нам и эстетическое удовольствие. С вами была программа «Проходка» и ее ведущая Илона Измайлова. И помните, мир не такой серый, как нам кажется. Продолжение следует...